привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников не так давно на нашем канале мы выкладывали ролик про пара реактивный кораблик в конце которого задавался вопрос а почему вообще водометы этого кораблика работают в пульсирующем режиме то засасывая воду то выбрасывая ее под этим роликом было достаточно много комментариев но конечно хочется посмотреть а что там происходит внутри и среди комментариев был один от моих знакомых ребят из команды московского физико-технического института на международном студенческом турнире юных физиков мне написали что в прошлом двадцать первом году как раз такая задачка игралась на этом турнире они и докладывали финале и в частности сообщили что они делали опыт со стеклянной трубкой нагреваемой снаружи с водой внутри смотрели что там внутри происходит я решил этот опыт воспроизвести и сейчас мы с вами на него посмотрим и моя установка устроена так ее основу составляет вертикальная стеклянная трубка закрытая сверху пробка и предварительно заполненная водой а нижний конец этой трубки опущен стакан с водой а тепло будет подводиться на эту трубку посредством нагреваемой нихромовой спирали и это очень удобно потому что я могу регулировать подаваемой на спираль напряжение и подбирать такие тепловые режимы какие приводят к появлению пульсирующего течения в трубке сейчас мы на это течение будем смотреть ну и вот спираль нагрелась и внутри нее пошло такое пульсирующее кипение что происходит возникает пузырек и он хотел бы всплыть вверх но это возникновение происходит очень быстро а движение пузырька вверх по такой тонкой трубке она довольно медленная поэтому ему проще вытолкнуть воду вниз в этот момент и появляется реактивная струя в пыхающей лодошке ну а потом пузырек гаснет и вот это вот появление пузырька его угасания происходит периодически и нам надо объяснить почему пузырь не стоит постоянно вот в этой нагретой области а то возникает то исчезает то возникает то исчезает мы теперь мы понимаем что объяснение здесь достаточно простое у нас есть зона где тепло подводится не хромовая проволока раскаленная и зона где тепло отводится холодная вода внизу ну на самом деле верху трубки тоже тепло отводится но это не столь существенно для этого конкретного опыта ну и в зоне подведение тепла возникает пузырек как я уже сказал он пытается сплыть вверх но этот процесс идет медленно а вниз его расширение происходит быстро он отталкивает воду и соприкасается с относительно холодной трубкой тут же давление в нем падает пар остывает и пузырек схлопывается исчезает и система готова к следующему циклу таким образом происходят ее пульсации кстати а давайте посмотрим что будет если мы раскалим спираль посильнее и увеличим подачу тепла ну и вот довольно любопытно период колебаний уменьшился за это время часть пузыря прямо-таки успевает вытянуться вверх но она не все равно не всплывает а гаснет в тот момент когда нижняя часть пузыря достигает но уже не просто воды она доходит практически до низу трубки ну и тем не менее колебания вот в этой форме вспыхивания и угасания сохраняются а в промежутке между выхлопание пузыря там есть какое-то кипение в области непосредственно прилегающие к спирали мелкими пузырьками еще хочется отметить что многие наши зрители написали о ростве рассматриваемой системе пыхающего кораблика с двигателем стирлинга ну и вообще разными термоакустическими двигателями правда здесь нужно ввести некое развлечение часть термоакустических двигателей работает по такому принципу у системы имеется собственные акустические колебания и система подкачивать в эти колебания тепловую энергию с помощью некоторого ключа значит так что подкачка совпадает по частоте с этими собственными колебаниями таким образом колебания поддерживаются и есть другие системы у которых собственной частоты в общем-то не имеется по крайней мере близкой к тем частотам на которых происходит колебания происходит что-то типа накопление энергии и резкого ее сбрасывания ну и вот наша система она как раз такого типа вы видели насколько резко происходит исчезновение пузырька ну и системы такого типа говорят что они испытывают релаксационные колебания ну эти релаксационные колебания они встречаются в разных сферах ну в электронике и в гидравлике в механике можно разные примеры предлагать я думаю будет здорово если вы таких системах коротко напишите в комментариях быть может мы что-то из этого в скорости возьмем и снимем а сейчас спасибо вам за внимание а и Субтитры создавал DimaTorzok